МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Информационные итоги дня подводим на телеканале Санкт-Петербург. Меня зовут Александра Вараксина. Добрый вечер. И вот о чем расскажем. Приговор остается в силе, а за убийство и хранение оружия историк Олег Соколов проведет за решеткой 12,5 лет. Все дороги ведут в Петербург. Создать специализированные маршруты для абитуриентов, которые вместе с родителями планируют прибывать в наш город для изучения тех вузов, в которые они планируют поступить. Что еще готовы предложить гостям города? Подробности первого дня работы туристического форума Северная Пальмира. Ударить по вирусу из пушки? Мы хотели бы доверить эту работу профессионалам. Они выходят на более опасные инфекционные очаги. Масштабную дезинфекцию провели в роддоме номер 10. Воображая город-крепость. Пытаешься представить, как это было тогда, когда эти форты были действующие. У них велась такая активная жизнь. 300 лет истории в центре Росфото представили раритетные снимки Кронштадт. Президент Владимир Путин встретился с лидерами предвыборного списка партии «Единая Россия». Беседа прошла в режиме о видеоконференции. В мероприятии приняли участие министры иностранных дел Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу. Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова, главный врач 40-й московской больницы Денис Проценко и член Совета при президенте по науке и образованию Елены Шмелева. Глава государства поздравил участников встречу с победой партии на выборах в Госдуму 8-го созыва и поблагодарил за достойный результат избирательной кампании. Безусловно, он отражает высокий уровень доверия граждан страны к самой партии, к ее конкретным делам на благо России и нашего общества. Ясно, что есть очень много претензий. Это само собой разумеется для правящей партии просто неизбежно. Так и должно быть. Но самое главное, люди доверяют тем, за кого они голосуют. Главное, что вы работаете ради здоровья, благополучия, безопасности людей. Люди это чувствуют. Президент также подчеркнул, что лидеры предвыборного списка возглавят профильные комиссии, специально созданные партией Единая Россия. Делегация Петербурга продолжает визиты в Туркменистан по случаю 30-летия независимости страны. Сегодня Александр Беглов принял участие в торжественном параде в столице республики Ашхабаде. Гостей с северной столицы разместили на государственной трибуне, установленной специально к юбилею. Также петербургская делегация приняла участие в церемонии возложения цветов к монументу независимости Туркменистана. Памятник открыли 20 лет назад. Он выполнен в виде 118-метровой колонны, венчанной позолоченным полумесяцем с пятью звездами, символом единения пяти крупнейших туркменских племен. Нижняя часть монумента полусфера напоминает традиционную для этих мест юрту. В Нальчике задержан организатор восхождения группы туристов на Эльбрус Денис Алимов. Во время допроса у следователя он написал явку с повинной и дал подробные признательные показания. Как нашему телеканалу сообщили в управлении Следственного комитета по Кабардино-Балкарии, они намерены ходатайствовать об аресте подозреваемого и помещении его в СИЗО на два месяца. Суд об избрании Алимову меры пресечения пройдет завтра, а расследование уголовного дела продолжается. Напомню, трагедия на Эльбрусе произошла вечером 23 сентября. Группа из 20 человек, в их числе семеро петербуржцев, попала в снежную бурю на высоте более 5000 метров. Погибли пять человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Накануне спасатели эвакуировали от тела трех погибших альпинистов. Срок лишения свободы Олегу Соколову в 12,5 лет остается в силе. В городском суде прошло рассмотрение апелляции «Историка». Его жалобу не удовлетворили. Адвокат осужденного Сергей Лукьянов пытался добиться от суда назначения повторной психолого-психиатрической экспертизы, но утверждал, что Соколов был невменяем и даже на время потерял память. Но Фемида осталась непреклонной. Последнее слово Олега Соколова прозвучало эмоционально. Я не знаю уже, вижу ли моих любимых дочек, коленные добы, и такие хорошие, такие добрые. Я хочу, чтобы не надо, что я очень-очень любил, очень любил, но я уже никогда не умею. Между тем, мы сегодня в суде определили судьбу вещественных доказательств. Гильзы и оружие их передадут в петербургский главк вместо ликвидации. Итак, по решению суда Олег Соколов проведет 12,5 лет в местах лишения свободы. 12 лет назначили за убийство аспирантки СПБГО Анастасии Ещенко. Еще полгода за незаконное хранение оружия. Куда заведут туристические маршруты города на Неве и самое главное, какое количество путешественников готовы по ним пройти. В Петербурге стартовал второй по счету деловой туристический форум «Северная Пальмира». Он вошел в обширную программу недели туризма, которая завершится завтра. Чтобы расширить число участников, мероприятия проводят в режиме онлайн. Форум «Северная Пальмира» не стал исключением. Как оценили туристический потенциал города на Неве, узнала моя коллега Мария Марченко. Несмотря на пандемию, Петербургу удалось удержать лидирующие позиции в туризме. В прошлом году город собрал целый урожай престижных премий, включая лучший город для ведения гостиничного бизнеса. Судя по предварительным бронированиям, этой осенью Петербург, как и Сочи, останется у россиян самым популярным направлением для отдыха. Кстати, развивать будут и образовательный туризм. Соответствующие соглашения уже подписаны. Мы планируем с привлечением туроператорского сообщества Санкт-Петербурга создать специализированные маршруты для абитуриентов, которые вместе с родителями планируют прибывать в наш город для изучения тех вузов, в которые они планируют поступить. И культурная программа под них будет подстраиваться на такой средний чек, который и позволит привлечь большее число туристов. О будущем отрасли эксперты говорили на форуме «Северная Пальмира». Из-за коронавируса он проходит в онлайн-формате. Участники из 20 регионов делятся успешными практиками и обсуждают возможности господдержки. В Петербурге, кстати, эти меры беспрецедентные, заметил Сергей Корнеев. По итогам прошлого года налоговыми льготами воспользовались 3000 петербургских предприятий на сумму около полутора миллиардов рублей. На сохранение рабочих мест выдано 84 займа на сумму 256 миллионов рублей. 551 организация освобождена от оплаты аренды городского имущества. Отрасль, которая сегодня, на мой взгляд, становится локомотивом выхода из пандемии. Почему? Потому что вы же видите, что это ложный спрос международных туристов, заменен так называемым внутренним туризмом. И в нашем городе проводятся колоссальные работы, направленные на стимулирование этого процесса. Помощь индустрии оказал и федеральный центр, включив туризм в перечень наиболее пострадавших отраслей экономики. Среди эффективных мер поддержки, действовавших во время пандемии, субсидии на возмещение убытков, связанных с авиаперевозками, возврат средств при отмене и переносе мероприятий, гранты на заработную плату и коммунальные платежи, мораторий на проверки, льготные аккредитования. В рамках этих программ выдал достаточно большой объем поддержки. Более 54 миллиардов рублей по стране, более 4 миллиардов по Санкт-Петербургу. И мы смогли помочь более чем 2500 предприятий только в Санкт-Петербурге. Именно в пандемию появились новые туристические локации и маршруты. Среди них первая детская экотропа в заказнике – северное побережье Невской губы. Еще одна точка роста – гастрономический туризм. Петербург давно опережает столицу по оригинальности и, конечно, вкусу. Насладиться кухнями разных народов гости и горожане могли на фестивале кулинарные посольства, организованном в рамках недели туризма. Но самый большой подарок сделали музеи и перевозчики, предложив 10 тысяч бесплатных экскурсий и билетов. Мария Марченко, Новости, телеканал Санкт-Петербург. По традиции, большая часть туристов приезжает в Петербург именно с культурной программой. И тут нам есть, что предложить. Даже в пандемии 2020 год удалось разработать и реализовать 230 туристических маршрутов, в том числе 7 межрегиональных и 1 международный. Также в минувшем году город на Неве стал обладателем одной из самых престижных премий в мире в области туризма в номинации «Всемирное лидирующее культурное направление», обойдя Париж, Лондон, Рим, Венецию и Нью-Йорк. Ну и, конечно, турпоток в условиях закрытой границы сократился, причем на рекордные 70%. В 2020-м Петербург посетило порядка 3 миллионов гостей, из них 2,5 миллиона россиян и 500 тысяч иностранцы. За 9 месяцев текущего года северную столицу уже посетили 3 миллиона туристов, из них 184 тысячи гостей из-за рубежа. Прямо сейчас у нас на связи председатель комитета по развитию туризма Сергей Корнеев. Сергей Евгеньевич, добрый вечер. Начать хотелось бы с Петербурга. Город всегда был привлекательным направлением для отдыха. Что в планах на осенне-зимний сезон? Осенне-зимний период очень важен для гостеприимства нашего города, потому что традиционно Белые ночи – это период отпусков. Но все 4 сезона Санкт-Петербурга интересны для наших гостей, мы в этом уверены. Туристские организации готовят большое количество предложений и с осенней, связанной программой, и с зимней. Это авторские экскурсии, турфирм по городу, это вся новая культурная и туристская география Санкт-Петербурга, его районов, его истории, современной динамичной жизни. Все это мы хотим, чтобы были туристскими предложениями осени и весны. Какие регионы Северо-Запада, на ваш взгляд, имеют все шансы стать востребованным направлением для туристов? Мы очень активно работаем с нашими соседями, с Ленинградской областью, прежде всего, с регионами Северо-Запада, потому что для туристов, для наших гостей мы – единое туристское пространство. Мы предлагаем маршруты Серебряного жерелья России во всем разнообразии транспортной доступности. Можно приехать в Санкт-Петербург, провести выходные, поехать в Карелию, приехать в Санкт-Петербург на каникулы, посетить Новгород, Псков, Выборг или Тихвин на автомобиле или на «Ласточке». А какой доход в казну города принес въездной туризм в текущем году? Ну, конечно, пандемия наложила очень большой отпечаток на индустрию гостеприимства во всем мире. И Санкт-Петербург, как крупный туристский центр, здесь не исключение. Если в 2019-м, допандемийном году, туристы привезли, потратили в Санкт-Петербург, вложили в экономику города более 380 миллиардов рублей, то сейчас цифры, конечно, меньше, но они тоже очень значительны для экономики города, для занятости. 117 миллиардов рублей – это тот значительный вклад, который гости внесли в экономику Санкт-Петербурга за счет работы индустрии гостеприимства нашего города и за счет их довольно продолжительных программ пребывания в Санкт-Петербурге. Сергей Евгеньевич, спасибо за беседу. У нас на связи был председатель комитета по развитию туризма Сергей Корнеев. Росприроднадзор проводит проверку по факту загрязнения строительным мусором Старопетерговского канала в деревне Узигонта Ломоносовского района. Накануне в соцсетях появилось видео, на котором видно, как грузовой автомобиль сбрасывает отходы в воду. Управлением на основании полученной записи направлен запрос в Государственную инспекцию безопасности дорожного движения для установления собственника автомобиля, с которого отходы сбрасывались в водоохранную зону и в канал. В действиях лиц усматривается несоблюдение требований к охране водного объекта, а также нарушение требований при обращении с отходами. Процессуальное решение вынесут после получения необходимых сведений. Масштабную дезинфекцию провели сегодня в родильном доме номер 10, а специальными средствами обработали все, без исключения помещения. Процедуру проводят из-за роста числа заболевших коронавирусом среди новорожденных. Тему продолжит моя коллега Татьяна Баженова. Медоборудование, инвентарь, мебель, полы, стены. В роддоме номер 10 нет ни одного помещения, куда бы сегодня не ступила нога дезинфектора. В учреждении плановое проветривание, роженец нет. Паузу используют с умом, учитывая сложную эпид-обстановку. Обработку доверили мастерам своего дела, сотрудникам городской дезинфекции. Мы хотели бы доверить эту работу профессионалам. Городская дезинфекционная станция – это крупнейшее дезинфекционное учреждение в городе. И силами бригады дезинфекции мы как раз и провели обработку. Они выходят наиболее опасные инфекционные очаги. В коридорах характерный едкий запах. Спецраствор попадает буквально на все предметы вокруг. Именно поэтому сотрудники станции трудятся в защитных костюмах и респираторах. В контейнерах за их спиной – однопроцентный раствор тетрамина. Это средство широкого спектра, которое убивает вирусы, бактерии и грибок. На обработку роддома ушло более 20 литров дезраствора. Существуют дезинфекционные средства, которые не требуют потом смывания дополнительного. За исключением определенных поверхностей при контакте с руками. После обработки экспозиционной выдержки не менее часа лишний раствор можно убрать при влажной уборке. Этого будет достаточно. В родильном доме на Тамбасово ежегодно на свет появляется больше 6 тысяч малышей. С помощью дезинфекции здесь борются не только с коронавирусом, но и с другими источниками заражения. За год родильный дом накапливает внутребольничную инфекцию. Не только ковидную. Конечно, сейчас основное направление и нашей мысли, и мысли общества на ковид. Но другие направления работы никто не отменял, и другие инфекции никто не отменял. Поэтому дабы этих внутребольничных инфекций не было, не было гнойно-септических осложнений у матерей, не было у новорожденных инфекций специфических для перинатального периода. Конечно, нужны такие плановые обработки. Персонал готовится к приему роженец после проветривания. Более 90% сотрудников, кстати, привились от коронавируса. Будущих мам роддом встретит уже 7 октября. Татьяна Баженова, Андрей Жохов и Дарья Ермакова. Телеканал Санкт-Петербург. Петербургские ученые будут создавать лекарственные препараты на основе смолы. Ее компоненты уже доказали свою эффективность. В первую очередь разработают лекарства против гриппа, но в перспективе препарат будут использовать для борьбы с онкологией. Вадим Федосеев расскажет. Это канифоль. С виду похожа на фрукт, но, как выяснилось, она может быть хорошим средством для борьбы с вирусами. С помощью компьютерной медицинской программы, специально разработанной для подобного рода исследований, петербургские ученые узнали о новых свойствах вещества, содержащегося в смоле – калиевой соли. Мы определили, что соединение обладает, влияет на слизистую облачку глаза, служит протектором и обладает противовирусной активностью. То есть вот эти цифры, да? Да, эти цифры показывают, наиболее, какой вероятностью обладает наличие этой активности. То есть видно, что с наиболее активностью он обладает, когда защищает слизистую облачку глаза. От теоретических исследований к практике. Путем нескольких химических реакций нужное вещество получено. Но необходимо также проверить, действительно ли калиевая соль работает так, как надо. Это охлаждаем. Если будет слишком горячо, просто все погибнет. Этот процесс, в принципе, можно сравнить с поливкой цветов. Только результат для бактерий должен быть обратный. На твердую питательную среду наносим микроорганизмы. Далее помещаем диск. И диск пропитываем рядом веществ, одним из которых является калиевая соль и биотиновой кислоты. Далее мы термостатируем чашки Петрия с микроорганизмами. И смотрим, есть ли рост микроорганизмов или нет. Если нет, это значит, что вещество работает. Итог. Бактерии не растут даже в благоприятной для них среде. А значит, калиевая соль показала нужный эффект. Так что не исключено, что когда-то результаты работы ученых можно будет увидеть в аптеках. Могут быть таблетки, может быть... Вот калиевая соль, она водорастворима. Специально был заказ, чтобы она была водорастворима, потому что в ней гриппа, им проще работать именно с такими веществами. Эффект, который возможен, порядка 96% активности против вирусов. Гриппа именно. А все благодаря совместной работе. В исследованиях участвуют специалисты сразу нескольких научных центров. Политехнического, морского технического и Тюменского университетов. А также НИИ Гриппа. Это сотрудничество позволяет то, что люди, ученые разных специализаций, могут выполнять одну задачу более эффективно, потому что здесь задействованы именно различные и технологии, различная лабораторная база. Возникает вопрос, а зачем нужны новые препараты, если и старых, достаточно много? Мы хорошо знаем, что вирусы видоизменяются, постоянно совершенствуются. И нам тоже надо работать на опережение, искать новые вещества, которые будут эффективны в борьбе с вирусными инфекциями. Убивая слабых, оставляем более сильных, которые приспосабливаются к данному препарату. И это бесконечная борьба. В ближайшее время вещества пройдут процедуру очистки, а затем их эффективность оценят на растениях и животных. Вадим Федосеев, Дмитрий Гринчак и Сергей Долицкий. Новости, телеканал Санкт-Петербург. Сегодня в России День воспитателя. С каждым годом в Петербурге открывается все больше новых детских, дошкольных, образовательных учреждений. Только за 9 месяцев текущего года Гостроинадзор выдал 22 разрешения на строительство детсадов. На первом месте Приморский район. Там появилось 6 учреждений. Следом Красносельский и Пушкинский по 3 детских сада соответственно. О других заметных событиях дня в коротком обзоре. Стартовали общественные обсуждения проекта планировки продолжения проспекта Ветеранов. Как рассказали в Комитете по градостроительству, речь об участке от проспекта Буденова до Красносельского шоссе. Обсуждения продлятся до 16 ноября. Строительство нового участка проспекта планируется провести в один этап, а ввод в эксплуатацию намечен на будущий год. Владельцы кафе в доходном доме Фрэнкеля заставят убрать незаконную постройку. Как рассказали в прокуратуре Петроградского района, ее возвели в западной части здания, включенного в рестор объектов культурного наследия. Работы согласованы не были. Вот теперь по решению суда хозяин заведения должен снести самостройку. В Кулпино снесли последнее здание в рамках реновации. Последний этап стартовал в июле с участием вице-губернатора Николая Линченко. И вот теперь работы завершены. Специалисты не только снесли старые здания, но также вывезли строительный мусор, провели отключение инженерных сетей и восстановили благоустройство. Правоохранители задержали владельца иномарки, которая инсценировала хищение своего автомобиля с целью получения страховой выплаты. Ущерб, а заявитель оценил почти в 3 миллиона рублей. Полицейские завели уголовное дело. Но когда задержали краях подозреваемых в угоне, выяснили, что никакой кражи не было. В результате задержанные стали свидетелями, но уже по новому уголовному делу о ложном доносе. Снимки лучших фоторепортеров и неизвестных авторов дореволюционного Петербурга объединили на одной выставке с видами современного Кронштадта. Экспозиция открылась в музейно-выставочном центре «Росфото». Она посвящена 350-летию Петра I, который отметят в следующем году. Сегодня выставка была доступна только для журналистов. Среди них был и мой коллега Дмитрий Ковалев. Шесть залов, сотни экспонатов и больше трехсот лет истории. Проект готовили почти два года. Это не только история Кронштадта, это размышления на тему Кронштадта. И несмотря даже на документальный смысл этого проекта, хочу обратить ваше внимание на то, что «Росфото» всегда старается создавать проекты художественные. Фотографии фортов, сделанные больше века назад, расположены рядом с современными снимками. Они позволяют не просто документально зафиксировать нынешний вид города, но и составить его новый художественный образ. В первую очередь, наверное, разыгрывается воображение. Пытаешься представить, как это было тогда, когда город, эти форты были действующие. В них велась такая активная жизнь именно моряков, артиллеристов. Архивные снимки на выставке дополняют другие экспонаты. В одном зале с фотографиями врачей из лаборатории форта Александр I медицинские записки и инструменты. Рядом личные вещи солдат Кронштадтского 199-го пехотного полка из частных коллекций. Коллекция уже собирается более 10 лет. Она, безусловно, связана не только с историей Кронштадта, а и тех полков и тех кораблей, которые в нем стояли. Она в целом связана с историей Первой мировой войны, с, скажем так, десятилетиями, которые предшествовали ее началу. То есть, в основном, это конец 19-го, начало 20-го веков. В залах экспонаты из коллекции Росфото, снимки из экспозиции Военно-медицинского музея, Музея истории Петербурга, материалы ведомственных и городских архивов. Большинство документов, которые хранятся в архиве, это негативы. Негативы находятся на своих местах и, как вы понимаете, задействованные выставки быть не могут. Поэтому сделаны качественные отпечатки, которые отсканированы и предоставлены на выставке. Увидеть документы и заметки, сделанные Петром Первым, а также архивные снимки лучших фотографов для революционного Петербурга можно до 11 ноября. Это первая выставка в музее, подготовленная к 350-летию основателя Петербурга. Дмитрий Ковалев, Юрий Соколовский. Новости. Телеканал. Санкт-Петербург. Медведица с четырьмя малышами попала в объектив видеокамеры, установленная в чаще Нижнесвирского заповедника. Подобные выводы крайне редки в случае для косолапых. Обычно у них рождается 2-3 медвежонка. Последний раз такую большую семью в заповеднике видели в 80-х годах прошлого века. Правда, тогда ни фото, ни видео сохранить не удалось. И вот сейчас все они смогли попасть в кадр. Завершение выпуска погоди. Завтра в Петербурге осадков не ожидается. Днем температура воздуха прогреется до плюс 10 и плюс 12 градусов. Ночью плюс 4, плюс 6. Атмосферное давление будет повышаться. Завтра в Петербурге Такие были новости на сегодня. Прямо сейчас смотрите программу «Соль событий». Я же с вами прощаюсь. Хорошего вечера и до встречи в эфире. Прямо сейчас смотрите программу «Соль событий». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова